добрый день дорогие друзья хорошей недели мы продолжаем наше изучение торы у нас снова недельная глава называется на вайгаш наши мудрецы переводят как и подошел глава Микет заканчивается на том что братья вернулись в дом йосифа потому что кубок найден был в сумме бениамина они сказали что мы все рабы тебе в общем это человеку который догнал их потому что сначала они говорили что у кого найдется кубок тот не живет когда кубок нашел сосне бениамина сказал что мы рабы тебе говорит все все братья готовы за него быть рабами теперь пришли в дом йосифа йосиф еще в доме и говорит йогуда подошел и говорит что говорит нам чем оправдываться всевышний нашел вину за рабами твоими вот мы рабы тебе и мы и тот у кого найдет кубок все братья готовы за йосифа пожертвовать собой то есть когда йосифа продавали они в конечном итоге все согласились его продать решение приняли все а теперь они уже по-другому все ведут готовы за брата жертвовать собой йогуда говорит что выслушай господина что это тоже что фараон то есть можно понять что ты точно что царь а можно понять что такой же негодяй как фараон и господин спрашивал нас имеете ли брата я хочу взглянуть почему ты это говоришь неужели ты хочешь выдать свою сестру замуж за него и куда говорит что он же слабый молодой возьми меня я крепче его я буду лучшим рабом потому что твой раб пообещал рабу твоему отцу нашему что буду виновен перед ним во все дни если мальчик не вернется он один остался у него сын его старости брат его умер ягуда с собой жертвы кроме и гуды никто не разговаривает медраж говорит что это доходило до войны что ягуда призвал своего племянника хушима это сына дана и вот они вдвоем представляют силу неимоверную невероятные события какие-то произошли в общем йосиф ударил по мраморной колонии на своем троне на рухнула и рассыпалась то есть чудо произошло не верно они-то поняли что здесь тоже огромная сила и притих ягуда и в общем он разговаривает так что в общем готов себя отдать и разве не видеть бедствие отца моего если он видит что нет с нами мальчика то твой раб поручился в общем бери меня в рабы и теперь йосиф понимает что братья действительно исправились что они уже испытания прошли и теперь он может им открыться и йосиф закричал вы видите вы видите от меня всех и никто не видел как йосиф дал себя узнать братьям своим и он сказал я йосиф живи еще отец мой но не могли братья уже смутились такой шок такого не просто ожидать не могли и естественно йосиф говорит теперь не печальтесь что вы меня продали сюда ибо для поддержания душ ваших прислал меня всесильным перед вами ибо вот уже два года года голод еще пять лет будет без урожая без похоты и жатвы так что привезите отца моего сюда вот так и услышали в доме фараона что братья йосифа пришли и показалось это приятным фараону что делает фараон он понимает что йосиф кроме своей зарплаты и на что рассчитывать не будет никаких колесниц он ничего не даст поэтому он приказал выдать колесниц на дорогу и братья получает от фараона эти колесницы получают они 10 ослов несущих на дорогу и 10 ослиц мы уже немножко об этом говорили почему это 10 ослов и 10 ослиц нельзя больше 20 ослов карается начал ввести груз но в этом может быть есть намек что когда дает якобы и саму животных то он дает допустим оцлиц 20 ослят 10 верблюдец дойных с верблюжателем 30 а чистых животных там овцы там овец 200 баранов 20 там быков 10 коров 40 то есть чистых животных дает самцов самками здесь не дает и саму то есть почему-то яков не чистых животных дает так чтобы и сам их не мог размножать мы не знаем комментарии почему-то к этому и не находил но что-то в есть а здесь видно йосиф дает яков понять что он ему доверяет чтобы яков понял что это он что именно ослеец и ослы что-то в этом есть а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дал забоение души михаэль бендели бартабет исраэль павел бенефим сын элден герш хая малкабат йосиф розоват михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель якоб беннахум владир бен григорий за здоровье светлана ватклара шимон бенецхак борис бен мария анна батривка мая бат фаина полина первого цели сура лена батклара шееват ида анна бат елена евгений бен софия двором от мерья моисей бенева ирина бат двойра и оси бен раиса и несом атмае евгений бен берт и деги и ватт ида фира батана геннадий бен илена ольга воцветлана йосиф дан бенцара Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбела, Яков Йосим Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Март Бен Нина, Ира Батвера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Батцара, Ида Бен Хай Авива, Ефим Бен Соня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Мазл Парасас Гула, Ирина Батури, Арон Арье Бен Ури. Загроша Духа, Рона Ребен Двора, Дниз Бен Ахум, Авигаль Батцара, Хана Батаврагам, Рафаэль Арьне, Лейб Бен Лариса, Парасай Брюд, Владимир Мин Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем Брахам Парасакована. Мазло то, что мы это время не грешили, читали Торру. Всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Ханну Касамеях, Рошхо Дештов, Шавлатов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok